17.00 на часах студийных, в эфире программа «Особое мнение» у микрофона Надежды Савельева. Представлю нашего гостя Вера Анатольевна Урмацких, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора Хакасии. Здравствуйте, Вера Анатольевна. Мы пару месяцев назад уже встречались в этой студии, много чего полезного и интересного обсуждали. И для наших телезрителей и радиослушателей я расскажу, о чем будем беседовать в ближайший час. Также можете звонить к нам, потому что это прямой эфир 22.60.11. Сегодня поговорим о туристических услугах, в том числе на что обращать внимание при заключении договора. Можно ли отказаться вообще от путевки, в какой момент и по какой причине. Также как вернуть деньги, даже если турфирма отказывается, тоже об этом поговорим. Поговорим об обращениях, которые поступают в Роспотребнадзор, с чем можно обратиться. Также узнать о том, что есть судебная защита бесплатная со стороны. То есть Роспотребнадзор может предоставлять своих юристов, которые с вами могут выйти в суд. Это все совершенно бесплатно. Не все об этом знают, кстати. И также затронем тему. Это честный знак приложения. Есть такое прекрасное. Мы об этом уже немного говорили. Сегодня будем, кстати, на примере показывать, как это все определить. 22.60.11. Если будет вопрос, обязательно звоните. Вера Анатольевна. Ну, предлагаю начать с туристических услуг. У нас сейчас разгар сезона отпусков. Люди путешествуют активно. Кто-то по республике, кто-то предпочитает отдых даже за рубежом. И, конечно же, в таких случаях мы обращаемся в турфирмы для того, чтобы они помогли нам подобрать. Ну, для кого-то это более надежно считается, чем самостоятельно ехать дикарями, например. Скажите, на что нужно обращать внимание при заключении договора на оказание туристических услуг? Ну, при оказании туристических услуг в идеальном варианте нам должны предоставить письменный договор, в котором должна быть вся необходимая достоверная информация. И вроде бы как слово информация для нас. Ну, информация, информация, ну, слова на бумажке. На самом деле это очень важно, когда вы понимаете, кто именно вам предоставляет услугу. То есть у нас же вот в этом процессе предоставления туристических услуг существует несколько ее лиц, которые нам оказывают услугу. Туроператор – это тот, кто сформировал услугу, и турагент – это тот, кто ее продал. И мы должны точно понимать, какой пакет, это пакетированные услуги, это перечень услуг нам предоставляются. Если у нас есть проживание, питание, какие-то предъявляются нами с вами, как потребителями, требования к месту проживания, допустим, это должен быть такого-то звездности отеля, или такое-то расположение территории, там должна быть такая-то. Это все должно быть в договоре. Понятно, что когда люди приходят покупать турпродукт, у них такое приподнятое настроение, мы забываем прочитать, что же нам предоставляют. Ну, хочется надеяться, что у нас туроператоры, турагенты в Хакасии ответственные, они очень скрупулезно к этому относятся, это говорит. Также говорит об этом то, что у нас минимальное количество обращений на туристические услуги. Ну, есть такие обращения там, где люди, допустим, хотят отказаться от туруслуги, а деньги не возвращают. Ну, там, я так понимаю, просто уже люди, турагенты или туроператоры, или кто предоставлял эту услугу, не нашли общего заказа потребителя. Ну, здесь внимательно читаем, это пакетированные услуги, какой у вас идет трансфер между местом проживания, до какого времени вы должны выселиться, допустим, из того помещения, где вы проживаете. Звездность, категория, какие там оснащения этого помещения. Если предоставляется питание, то какое питание, возможно, у человека есть аллергия на что-то, то есть какие-то такие нюансы, которых знаете только вы. Если есть требования, допустим, к территории, это тоже очень внимательно, то есть знакомьтесь на сайте, спрашивайте у туроператора, спрашивайте у турагента, который он продает. Если вдруг что-то пошло, скажем, не так, то есть это тоже возможно, мы можем подготовить претензию. Но здесь вопрос в том, что нужно подготовить претензию либо сразу же, либо в течение 20 дней, когда туристский продукт нам реализован, то есть предоставлена эта услуга. Поэтому, если есть какие-то проблемы, сразу заявляйте, лучше письменно это делать. Вера Анатольевна, у нас вообще люди априори не любят ознакомливаться с различными документами, ну, большинство, особенно то, что написано мелким шрифтом, а это, как правило, что-то важное очень, вот, и мы многие часто не хотим читать и вдаваться. А можно, например, обратиться к вам в службу, вот, и прийти с договором и помочь, ну, к вашим юристам? Безусловно, у нас есть общественные приемные, куда могут, может обратиться любой гражданин с предъявлением паспорта, чтобы мы удостоверили его личность. И, соответственно, мы можем посмотреть договор, и, возможно, у человека будут даже по договору какие-то вопросы. Мы это практикуем, потому что, ну, все люди, все нормальные, все хотят безопасных условий, качественных условий, да, проживания и отдыха. Ну, возможно, что-то там вас насторожило в этом договоре, ну, пожалуйста, приходите, это без проблем. Общественные приемные у нас активно работают каждый будний день с 9 до 12, и потом с 13 до 16. Консультируют юристы с высшим юридическим образованием и многолетним опытом работаем. А все-таки, если детально, при каких условиях турист может расторгнуть договор наказания услуг туристических? У нас по закону защиты прав потребителей, мы, как потребители, имеем право отказаться от указания услуги в любой момент, но при этом мы должны возместить нашему исполнителю фактически понесенные расходы. Это также распространяется на услугу оказания туристских услуг, да. Мы можем отказаться в любой момент, но должны фактически понесенные расходы вернуть. Если у нас есть вопрос по снижению уровня, допустим, категории проживания, да, или еще какая-то, это совершенно другой вопрос, здесь уже будет некачественность услуги. Но в любой момент мы можем отказаться от услуги. Опять же, все надо оформлять, пусть даже это будет на маленькой какой-то бумажке из блокнота, пусть это будет совсем там как-то очень, скажем так, без ссылок на действующее законодательство написанное претензии, но это должно быть оформлено в письменном виде, потому что если вы не нашли со своим исполнителем услуг общего языка, то дальнейшее развитие событий – это обращение в суд. А в суд мы с чем должны прийти? С полом доказательств, то есть объем доказательств мы формируем. Поэтому здесь вот нужно возлюбить эпистолярный жанр. Смотрите, ну вот вы говорите, в любой момент можем отказаться. А если это произойдет за день до вылета, то есть чем позже мы отказываемся, тем больше вероятности, что мы меньше получим денег. Конечно, фактически понесенные расходы увеличиваются, но опять же наш исполнитель услуг должен будет в суде доказать, что он эти фактически понесенные расходы осуществил, они у него были, они реализовывались во времени и пространстве. Здесь вопрос в том, что да, к сожалению, мы подвержены заболеваниям, проблемы есть, форс-мажоры. В этом случае мы ставим в известность авиакомпанию, допустим, если бы покупали билет отдельно, своего туроператора, турагента, то есть с кем вы заключали договор, и прикладываете документы, свидетельствующие, что ну не дай бог, конечно, вот попали в больницу, и сейчас не можете осуществить этот перелет, и вот не можете реализовать свой продукт. Вы можете перенести время, то есть всё обговаривается, и всё можно решить переговорным путём. Даже если это не зависящие от нас причины, например, проблемы со здоровьем, то всё равно мы получим не в полном объёме, а лишь вот ту часть, которая… Нет, в этом случае это… Или от этого зависит, смотря какая причина. Да, смотря какая причина, потому что если у нас проблемы со здоровьем, это форс-мажорные обстоятельства… То есть можно в полном объёме тогда получить, ну вот я так понимаю. То есть в этом случае вы как бы доказываете, что по независящим от вам с причинам. Я могу сразу сказать, что уважающие себя хозяйствующие субъекты предоставят возможность, допустим, потребителю через какое-то время воспользоваться этой услугой. Это чаще всего так происходит. Поэтому у нас даже таких обращений нет, когда вот по болезни человек… Просто пересдвигается, да? Да, сдвигает время и всё в дальнейшем как бы… Ну в этот же сезон, да, имеется в виду? Могут в этот же сезон предоставить, могут чуть попозже. То есть это по-разному происходит, но это происходит. Ну то есть вот одна из причин – проблемы со здоровьем. Если мы просто передумали, то тогда там, наверное… Тогда мы будем фактически понесённые расходы. Там может выйти так, что вообще практически ничего не получилось? Ну конечно, ну потому что… Это уже наше желание. Конечно, это уже как бы наше желание, наши… Наши проблемы. Да, скажем так, наши проблемы, потому что хозяйствующий субъект также осуществляет деятельность в целях извлечения прибыли. И он несёт фактически понесённые расходы. Единственное, что он должен будет их доказать. Ну а какая ещё уважительная причина, помимо проблемы со здоровьем, может быть? Ну уважительная причина может быть любая. Я не знаю, там… Форс-мажор – это в принципе всё, что не зависит от нашей воли. Это, возможно, какая-то климатическая проблема. Вот, допустим, не дай бог, конечно, пошёл ливень и затопило так, что мы не могли выехать в аэропорт или ещё что-то. То есть в этом случае работает совершенно другая норма права. И как бы мы здесь уже… По нашей воле мы ничего не могли с этим сделать. Мы не могли приплыть на лодке, мы не могли приплыть на подводной лодке. Мы вот, к сожалению, не могли выехать из дома, потому что шёл ливень такой вот силы, что сносило автомобили. Но мы можем приехать, когда он закончится. Конечно. Да, и нам просто там на несколько дней, например, перенесут эту поездку. Мы в этом случае, всё в любом случае должны связаться с нашим исполнителем услуги, поставить в его известность, что вот такая ситуация произошла. По независимым от нас обстоятельствам я не смог приступить к отдыху тогда, когда планировал. Я так понимаю, здесь тоже важен какой-то фото-видео-отчёт, надо всё вовремя снять, зафотографировать, чтобы было понятно. То есть у нас всегда под руками мобильные телефоны, это у нас самая лучшая такая форма запечатлеть доказательства. Да, у нас тем более есть факты, которые являются общедоступными, допустим, те же климатические какие-то изменения, климатические проблемы. Есть у нас официальные сайты с погодой, да, и будет очень достаточно просто обратиться даже вот к этой информации, что вот, да, в этом месте, в это время была такая-то проблема, вот я не мог выйти там из-за ураганного ветра, допустим. Если человек, например, резко лишился работы, да, а до этого он оплатил тур, ну, к примеру, может ли это быть как уважительная причина? Нет, это его проблема. Он не является уважительной причиной, это не форс-мажорное обстоятельство. Ну, может, рискованно. Да, это не обстоятельство непреодолимой силы. Сократили. Это не обстоятельство непреодолимой силы, это обстоятельство, которое зависит от воли какого-то человека, поэтому здесь уже… Здесь можно не рассчитывать. Если мы, ну, не то что передумали, во время уже отдыха самого, да, ну, я помню, вы рассказывали, может быть, что-то нас не устроило, опять же, и мы хотим, чтобы нам вернули деньги, потому что вот класс обслуживания не тот, пообещали одно, а по факту мы другое получаем. То есть мы, например, отдохнули день, и на второй день мы понимаем, что мы не хотим здесь оставаться. Мы хотим либо тур, чтобы в другое место нам что-то, ну, заменили, да, либо вообще вернули деньги, и мы сами дальше разберёмся, куда мы поедем. Вот что в таком случае делать? Ну, в этом случае мы возмещаем фактически понесённые расходы и растрогаем договор. То есть, например, мы всё-таки отдаём за вот этот день, вот с нас вычтут вот этот день, который мы отдохнули, сколько мы там съели. Да, если здесь два варианта, или нас просто не устроило качество обслуживания. Надо доказать это ещё? Да, нужно будет доказать. Вот должна быть предъявлена претензия, мотивированная, не просто мне не понравилась картошка, она была там… А что нужно? Не так, не розочка разложена на тарелке. Это не свежая еда, уважительная, например? Да, возможно, возможно, вы меня заселили, у меня в договоре написано, что у меня там двухкомнатный номер с кондиционером, меня заселили в однокомнатный, без кондиционера. То есть, это уже, извините, будет некачественное предоставление услуг. Почему в договоре всё должно быть, даже вплоть до кондиционера и каких-то мелочей прописано? То есть, почему мы так вот бьёмся за звёздный, за то, чтобы вся информация была, потому что дальше чем вы оперировать будете? Ну, может быть, вы договорились, это вот была ваша такая заветная мечта пожить в маленьком номере без кондиционера под крышей, да, жестяной, да, в плюс 40. Поэтому прописываем всё в договоре, если услуга некачественная, это, соответственно, вы можете возмещение убытков, морального вреда, неустойки попросить судей. А если вы, допустим, просто по какой-то причине у вас что-то случилось, или вы решили, ну, по любой другой причине, не по причине некачественности, прекратить свой отдых, то тогда, извините, вы будете вынуждены оплатить фактически понесённые расходы. Ну, то же самое, когда, вот, к примеру, заезжают люди на турбазу или в какое-то место отдыха, и потом в течение двух дней идёт дождь, да, и они говорят, вот мне нужно вернуть все деньги. А сколько им вернут в итоге? За минусы фактически понесённых расходов, потому что в условия договора не входило обеспечение климатических условий для отдыха. То есть от нашего исполнителя, ну, никак не зависит погодные условия, которые будут на турбазе. То есть они должны найти новых людей, которые заселятся, и уже на основании этого, там, да, вот они высчитывают, сколько они могут вернуть? Ну, они сами, да? Ну, фактически понесённые расходы, это немножко другое. Это убытки, когда мы вот кого-то не заселили, у нас просто стоял пустой номер. А фактически понесённые расходы – это то, сколько хозяйствующий субъект заплатил, допустим, за обслуживание этого здания, за энергоснабжение его и так далее, за уборку, то есть вот такие какие-то вещи. Ну, это имеется в виду за тот период, пока человек жил там, ну, то есть за остальные дни ему вернут. Да, за остальные дни ему вернут, потому что его там физически уже как бы не присутствовало, и он ничем не обязан. Он должен доказать, опять же. Ну, конечно. Если он веских причин не предъявит, просто ему вот не понравилось, он хочет домой. Да, ну, не понравилось, я говорю, опять что не понравилось. Ну, вот если он не может ничего это доказать. Да, он не мог, просто вот он, настроение поменялось. Не нравится, у меня настроения нет, я хочу в другое место. То есть тогда, возможно, ему вообще не вернут. Минус фактически понесённые расходы, но остальные... То есть всё-таки даже и в таком случае, да, вернут? Да, да. А часто, ну, вот к вам люди обращаются, например, ну, я поняла, что не так много, но вот если обращаются именно, вот, ну, просто передумали, хотят в другое место. Такое бывает, особенно, я говорю, когда вот предъявляют претензии о том, что я заехал, а у нас там не было 40 градусов жары, и шли дожди. Ну, когда они подошли, погода не сыграла. Да, они должны вернуть все деньги. Поэтому мы вот, когда консультируем, в процессе консультации мы выясняем все вот эти нюансы, потому что, ну, дьявол, как говорится, кроется в деталях, и поэтому проконсультировать надо так, чтобы консультация была грамотной и соответствовала той ситуации, которая сложилась между сторонами, а иногда стороны пытаются что-то скрыть, что-то там замолчать, потому что хотят услышать то, что хочется. Поэтому вот мы все время вот внимательно, где-то въедливо, возможно, кого-то это раздражает, но спрашиваем вот такие нюансы и подробности, чтобы консультация соответствовала требованиям законодательства, а не так, что человек вдруг окрылился, решил пойти в суд там, где он не прав. У нас же в законодательстве система сдержек и противовесов, то есть это нормы права, так пишется, чтобы ни одна, ни другая страна не получили возможность злоупотребления правом. То есть когда один только прав, а другой только обязан, такого у нас нет, у нас она достаточно такая уравновешенная, вот, поэтому у каждой страны есть права и обязанности, и их нужно чтить, соблюдать и исполнять. Мы можем не доводить до суда, а договориться с турфирмой? Конечно, конечно. То есть вначале мы предъявляем претензию, да, мы предъявляем претензию. Идем к руководству? Да, у нас есть у юридических лиц юридический адрес, есть электронный адрес, у нас индивидуальные предприниматели также имеют электронные адреса, это можно достаточно просто узнать на сайте налоговой службы, единый госрегистр юридических лиц по ННН, УГРН или по фамилии, можно найти хозсубъекта и, соответственно, уточнить всю информацию о нем. Ну, направляем претензию, спокойно ждем ответа. Если нам отказывают, вот как раз следующий вопрос, да, если нам отказывают возвращать деньги за несостоявшуюся поездку, что нам делать? Ну, я так понимаю, значит, пора идти в суд. И как дальнейшие действия? Ну, мы тогда обращаемся в суд, потому что суд у нас имеет право понуждать к исполнению определенных действий, да, решение суда у нас есть целая федеральная служба приставов-исполнителей, поэтому обращаемся в суд в целях защиты прав потребителей. Можем обратиться к вам? Да. И вы поможете? Конечно, у нас есть такое право обращаться в суд от конкретных граждан, от лица конкретного заявителя. И у нас появляется в этом случае такой очень интересный процессуальный статус. Это называется мы в этом случае процессуальный истец, а наш физическое лицо заявитель процессуальный, материальный истец. То есть, вот вроде бы истец, но у одного процедура, а другой материальный. Вот, как бы, деньги все присуждаются у нас материальным истец, а процессуальный получает моральное удовлетворение. Вот. Мы выходим в суд с человеком, мы выступаем в качестве юристов, единственное, что мы не имеем права заключать мировое соглашение в этом случае. А так мы заявляем ходатайство, отводы, дополнительные какие-то доказательства можем предъявлять, выступать в процессе, задавать вопросы всем участникам процесса. То есть, полным объемом процессуальных прав мы пользуемся и очень много ходим в такие процессы, на самом деле. Как заканчивается чаще в пользу клиентов? Да, в 99% случаев это в нашу, 99,9% так скажем, да, за всю нашу историю. Мы идем в процессы тогда, когда процесс уже подготовлен, у нас собран весь объем доказательств, потому что, ну, смысл выходить в суд, когда ты понимаешь, что нет доказательной базы, это только вот внести, так скажем, социальный такой вот взрыв, ну, потому что человек надеется, что он выиграет, все будет хорошо. Ну, смысл тратить деньги и свои, в смысле деньги государства и время свое, да, на это дело, если это не принесет должного результата, потому что у нас для потребителя иск мы готовим абсолютно бесплатно, в суде госпошлину потребитель также не оплачивает, то есть он не несет фактически никаких расходов. Поэтому очень на самом деле удобно пользоваться такими услугами, но, к сожалению, вот не все люди понимают, что мы как потребители не всегда правы, у нас есть еще обязанности, поэтому некоторые настаивают, вы должны обязаны подать в суд, во-первых, это наше право, во-вторых, мы подаем в суд тогда, когда действительно потребитель получит свои денежные средства. Плюс у нас для потребителей есть такая хорошая норма в законодательстве, в законе о защите прав потребителей присуждается в пользу потребителя штраф в размере 50% от суммы присужденной, ну, такая вот дополнительная еще от государства бонус, если хозяйствующий субъект не хочет выполнять свои обязательства, как добросовестно, ну, извините, да, платить еще штраф. Мы, соответственно, работаем за зарплату, государственный счет, к нам никаких привилегий, преференций, еще что-то нет, но вот это вот входит в наш круг обязанностей, поэтому мы с удовольствием ходим с людьми в такие процессы. У нас несколько форм судебной защиты прав потребителей, вот первое, это мы готовим иски для конкретных граждан, идем в качестве процессуального исца, мы можем просто проект искового заявления гражданину написать, ну, некоторым хочется просто говорить, вот у меня будет проект, они испугаются, да, да, всякое бывает, поэтому мы готовим проект, люди сами обращаются, либо обращаются с помощью юристов дополнительным оплачиваем услуги, но это уже вопрос как бы гражданам, как они будут пользоваться нашим процессуальным документом. И мы еще такую интересную форму, у нас есть такой формы еще в соответствии с законом, у нас пользуется еще прокуратура, это заключение в целях защиты прав потребителей. Заключение это когда нас в качестве специалистов, имеющих какие-то познания в законодательстве, приглашает суд, и вот мы говорим, да, уважаемый суд, даем заключение, что потребители по тем-то, тем-то основаниям прав, и вот считаем, что потребители должны быть удовлетворены в своих требованиях, потому что так нам диктует вот такой вот объем норм права. Вот, поэтому вот за прошлое, вот буквально за это полугодие вернули, ну, почти 3 миллиона именно по заключениям людям, то есть мы выходили в суд, у нас же абсолютно разные иски есть, вот, и очень такие весомые в материальном выражении, ну, вот почти 3 миллиона вернули только по заключениям. Ну, внушительная сумма. А давайте поговорим теперь про обращения, которые к вам чаще всего поступают, и, знаете, что бывают абсурдные. Расскажите что-нибудь интересное из вашей практики. Ну, обращения это наше все, потому что у нас… У нас активные люди в Хакасии же любят пожаловаться. Очень гиперактивные, да. По итогам, вот, подведение итогов за прошлый год мы оказались на четвертом месте в Российской Федерации. То есть рассчитывается этот показатель, количество обращений на 100 тысяч населения. Ну, потому что в абсолютных цифрах сравнивать, допустим, Москву и Хакасию, это будет смешно, да, непонятно, у кого же больше. А вот на 100 тысяч мы прямо оказались вот в четверке на одном уровне с Петербургом, с Москвой. Ну, как бы вроде бы приятно, что люди нам доверяют, знают и идут, мы имеем возможность помочь людям. С другой стороны, здесь вопрос в том, что, ну, не всегда к нам по подведомственности обращаются. И здесь не вопрос стоит в том, чтобы человек получил ответ на тот вопрос, который ему нужен. Потому что в соответствии с законом о порядке рассмотрения обращений граждан мы обязаны прислать письмо или заявление, которое к нам поступило, в котором содержатся вопросы, не подведомственные нам, по подведомственности, то есть тот госорган, который этим занимается. И это вот существенно увеличивает срок ожидания ответа для человека, и его вопрос-то не решается на самом деле. То есть у нас 7 дней мы передали, но это 7 дней, это рабочая неделя. А вопрос-то хочется решить сегодня и сейчас, поэтому, ну вот, к сожалению, у нас такое вот еще есть. В рамках общественной приемной, когда к нам поступают обращения, мы, естественно, консультируем, объясняем, рассказываем. Кто-то слышит, кто-то не считает нужным слышать, говорит, вы правьте куда надо, я вот больше заморачиваться не буду. Если есть вопросы, потому что законодательство о защите прав потребителей, ну, достаточно такое живое, мобильное, интересное, и не всегда юристы там могут разобраться. А обычные люди, ну, зачем напрягать свою нервную систему? Ну, позвоните, спросите, уточните, куда обратиться, вот свой вопрос конкретизируйте. Если специалист у вас задает какие-то наводящие вопросы или что-то уточняет, это не потому, что ему вот хочется как-то вот вас уличить в чем-то, это потому, что он хочет вам помочь и рассказать, а где кто, какой госорган у нас этим занимается. Напомним номер, напомним? Конечно, 34-36-14. То есть прям консультация, это как горячая линия? Это горячая линия, да. У нас по горячей линии сидят два юриста, вас обязательно выслушают. Если вы сразу не дозвонились, перезвоните, пожалуйста, еще раз, потому что люди сидят, и у нас и общественная приемная здесь, и горячая линия, то есть может быть в общественной приемной кто-то пришел, пишет претензию, мы же помогаем составлять и претензии, и заявления, процессуальные документы оформлять. То есть не всегда может человек бросить кого-то и начать консультировать. Но если не дозвонились, ну это очень редкий случай, когда нам первого раза не дозваниваются, но бывает так, что не дозваниваются, потом говорят, ну вы имеете терпение, вы же не один, у нас очень много обращений по горячей линии. Все хотят получить консультацию, тем более это консультация абсолютно бесплатная. Возможности есть, приходите звонить. Так все-таки обращения, если то, ну чаще всего касается, купили там некачественный товар, что еще? У нас обращения делятся на два больших блока, как и в закон сам, это обращение на товар и обращение на услуги. Но можно сказать, что вот последние полтора года перевес уже пошел в сторону некачественных услуг. Да, то есть это начиная от некачественной обивки мебели до некачественного строительства жилых домов. Когда строят частный жилой дом, но так, что прям, либо не строят его вообще, либо строят так, что дом очень плохо выглядит и, соответственно, жить в нем невозможно. Поэтому вот эта сумма, это такая большая, которую мы вернули только по заключениям. Вот, поэтому это очень, если раньше считали, что вся защита прав потребителей, это некачественные утюгые чайники, это уже кануло в лету, да, это уже можно забыть, потому что сейчас идет вопрос некачественное оказание услуг, ремонт автомототранспортных средств, некачественные услуга строительства, долевого строительства. Ну, такие уже финансово емкие услуги, и это достаточно серьезно бывает для человека, который платит кровно заработанные деньги за такие услуги недлежащего качества. Ну, чаще всего люди с обоснованными такими обращаются, с жалобами, да? Да, люди обращаются с обоснованными, но у нас, так как заявление содержит много фактов, мы должны ответить на каждый поставленный заявительный вопрос, у нас очень много идет перенаправление по подведомственности, я говорю, что вот, пожалуйста, внимательно смотрите, куда вы направляете обращение, если, ну, проще всего, конечно, обращение направлять через госуслуги, сидя дома. То есть к вам можно отправиться? А как там, вот я, например, первый раз тоже, чтобы вам можно? Обращение, через госуслуги у вас придет уже авторизированное обращение, то есть это обращение, где вы о себе заявили, как о существующем, физически существующем человеке, вы существуете, вы как бы есть. Там ничего, да, своих данных заполнять не надо, все уже. Это не аноним какой-то там, неизвестный и так далее, и мы, соответственно, начинаем уже рассматривать, потому что если поступило к нам анонимное обращение, мы его не рассматриваем, если у нас не авторизированный, мы вынуждены будем к вам направить запрос, что, пожалуйста, удостоверьте свое личное, что вы реально существующее физическое лицо, а не кто-то там придуманный в порыве какого-то желания где-то кому-то насолить, такое тоже, к сожалению, бывает. Да, у нас очень много разных, разных, фейки, да, таких вот разных систем. Конкуренты, например? Ну, я не могу сказать, что они конкуренты, потому что я не… Или, может, вообще члены семьи? Ну, может, люди развлекаются, да. Да, ну, всякое, бывают всякие обращения, там, бывает, что прям серия обращений от одного человека. Да, кому-то скучно очень. Да, вот одного и того же человека, серия обращений, там, по разным фактам, но вот люди любят вообще как-то, не знаю, какой причинник нам обращать. Да, да, Вера Анатольевна, а какие были такие самые забавные или абсурдные из последних? Или вообще за всю вашу практику? Ну, вот вы один раз рассказывали про шубу, по-моему. Да, ну, это было очень давно, и, слава богу, уже с введением системы маркировки, средствами идентификации, этого уже нет. Ну, из абсурдных вот у нас, я могу ответить за отдел защиты прав потребителей, сейчас, наверное, уже много лет абсурдных. А, ну, было, да, могу сказать, было, но это уже давненько было, когда человек решил научиться магии, вот, да, ну, прям на полном серьёзе он купил, значит, вот это обучение, и в итоге у него ничего не получалось. Поэтому он решил, что услуга ему оказана некачественная. Обучение, а что туда входит? Ну, какая-то лекция у него какие-то. А, лекция, да, то я думала, может, какие-то ещё приспособления. Лекции, ритуалы, ритуалы. Для проведения ритуалов что-то было? Ну, не помню подробностей, я помню, что он вот прямо, я прошёл курс, я выучился. Ну, результата нет. А результата я не разбогател. Это где-то через сеть интернет? Через сеть, да, это через сеть у нас было. Ну, это мошенничество чаще всего. Ну, почему? Вам же предоставляют, там у него достаточно, когда такую услугу продают, её оформляют как предоставление информационных услуг. И никто не говорит, что результатом исполнения этого договора будет там ваше обогащение на 100 миллионов рублей и мгновенное исполнение любых ваших желаний. Это просто вам продали информацию о чём-то. Ну, это то же самое, что, допустим, кому-то взбредёт продать информацию о картине, я не знаю, там, ну, допустим, Рафаэля, Секстинская, Мадонна, да. Ну, я же, да, на общем доступе, я же её красиво оформила, я вам продала информацию. Я не продала картину, я продала информацию. Вот, ну, до такого утрированного состояния, к сожалению, люди или не хотят понимать, или для них это желаемое за действительное, но вот у нас были такие, да, обращения. Я хотел научиться магии. Результата нет, верните деньги. И вы не взялись за это дело сразу? Мы объяснили, что если вы считаете, что услуга некачественная, но в соответствии с приложенным вами, предоставленным договором, результатом услуг являются прослушанные вами лекции, но никак не то, о чём вы заявляете. Поэтому вот даже в суд, к сожалению, вы подать, ну, если хотите, вы, конечно, подаёте, но доказательств у вас, доказательств отсутствуют. Может, просто у человека нет к этому таланта и способностей? Ну, возможно, да, это, наверное, с марафоном желаний, поэтому, ну, вот. Ну, если, ну, что-то ещё, может быть, из-под... Ну, вот это вот последнее было, да, сейчас вот у нас такие обращения, которые реально... Адекватные, да? Ну, да, там, где реально есть нарушения прав потребителей, там, где есть возможность обращения в суд в целях защиты прав потребителя, для нас это очень важно, потому что, ну, такая чисто профессиональная гордость, когда ты помог человеку поставить, скажем так, на место и логическая цепочка исполнения договора, она пошла дальше. Ты понимаешь, что это вот как, ну, это как на производстве, ты же результат своего труда, это так здорово, это мотивирует дальше работать. Скажите, надолго затягиваются судебные дела или обычно быстро всё проходит? Нет, проходит всё очень, не очень быстро, потому что, ну, допустим, у нас сейчас идёт такая длительная, скажем, судебная защита прав потребителей по Ауруссети Сибири, которая заключает договор на технологическое приседение, фактически не исполняют в срок это. И у нас до полутора, до двух лет идёт вот это вот судебное разбирательство, потому что мы первую инстанцию проходим, потом у нас, значит, проходим Верховный суд, потом начинается обжалование действия судебного пристава исполнителя, либо запрос об исполнении решения суда, то есть используются все возможности, чтобы затянуть процесс. И у нас полтора-два года с момента, как вот мы выиграли, ну, с момента, как мы подали, вот до момента, как фактически чека подключили. Хотя есть решение, но вот его можно затянуть всеми возможными способами. Ну, когда какие-то полегче такие, так скажем, дела, наверное, там за месяц-два решаются, да? Ну, решается вопрос, да, потом главное, чтобы это решение превратить деньги, а этим уже занимается служба судебных приставов, потому что, к сожалению, все, кто имеет наглости, по-другому даже сказать не могу, не исполнять условия договора и вот так неуважительно относиться к гражданам, ну, чаще всего не имеют под ничего. Если это физическое лицо, нет ничего, если это юридическое лицо, ну, может быть, стол, компьютер, все из имущества. Вот мы сказали, что 3 миллиона, это за какой период? С начала года этого. С начала года, а количество обращений мы не можем сказать, много ли было? Количество обращений у нас было, это письменных, только порядка 800, это только письменных обращений, да. А есть устные? Есть у нас еще горячая линия, общественная, приемная, но вот так как это практически в одном месте, ну, это где-то порядка 800 обращений, вот, и есть просто устные обращения, которые поступают нам не в рамках, как бы, да, это порядка 1100 обращений. А устные обращения чем заканчиваются тем, что они в итоге пишут? Это разъяснением заканчиваются. То есть вы их проконсультировали, и они дальше что? Ну, люди поняли, что, да, возможно, они поняли, что где-то они неправы, либо они приходят к нам и составляем претензии, бывает, что… Либо сами написали претензии, да, прямо вот в прямом эфире мы сидим с телефоном и объясняем, вот это, вот это, вот это напишите. Но самый такой интересный, курьезный случай был, когда позвонила, значит, наш потребитель, проживающий в республике Хакасия на телефон горячей линии федеральной службы, ее перевели к нам в Хакасию. Она еще удивилась, почему мне в Хакасию перевели, потом, когда мы с ней поговорили, пообщались, она с таким удивлением в голосе сказала, говорит, вы знаете, я, говорит, вот про вас начиталась такого в форумах, что вам боялось звонить, потому что вы тут все звери, ни с кем не общаетесь, ничего не рассказываете. Я в таком шоке, мне так все понравилось, я говорю, в смысле, ну, как-то, говорю, вроде никогда на людей не кидались, говорю, всегда, ну, такое пишут в сети, нет, я прям отзыв напишу, что у вас все хорошо. И вот она у нас как бы уже не первый раз консультируется, для человека реально было удивление, она говорит, я уже решила, вот прям вот про вас так пишут плохо. Я говорю, ну, вы поймите, что пишут те, кому просто заняться нечем, наверное. Ну, это тоже такой вот интересный случай, когда человек звонит, потому что у нас есть заявители, с которыми мы работаем и по полгода, и по году, потому что сбор доказательств – это достаточно серьезный процесс. Телефонный звоночек примем, извиняюсь, перебила, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие мои, что хочу сказать вам, а вот если у него по договору был оформлен отель, а его потом переселили в другой отель, а что с этим делать, скажите, пожалуйста, мне. Ну, вот хороший вопрос, такой замечательный. Значит, в этом случае вы оплатили один отель, переселили вас в другой, вы можете отказаться, но можете переселиться. Ну, допустим, отели там фактически ничем не различаются, что-то там случилось, ну, никто ни от чего не застрахован, ну, к примеру, коммунальная авария, вас переселили в другой. Ну, всякое же бывает. В этом случае, как бы, вы имеете право либо отказаться, либо еще, да, как вот договориться. Если это против вашей воли или вам не нравится этот отель, вы будете требовать возмещения убытков, потому что, извините, сумма совершенно другая будет оплачена. Ну, жили, к примеру, в пятизвездочном, переселились в трехзвездочном. Это ощутимая оплата совершенно другая, поэтому… То есть мы будем жить туда, куда нас переселили, и нам возместят вот эту разницу, да? Да, но сразу надо написать претензию, потому что это вот прям необходимо, особенно при туристских услугах. Ну, я всегда говорю, пожалуйста, понятно, что можно договориться обо всем, но оформляйте свою договоренность на бумаге, потому что приходить в суд и без документов, и с одними эмоциями, ну, это несерьезно. Ну, поэтому мы вот, да, возможно, где-то буква ЕДы, но каждая бумажка – это для нас доказательство. Телефонный звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу обратиться к вашей гости. Скажите, пожалуйста, к какому виду жалоб относится моя жалоба? Значит, я в течение трех лет инвалидовой группы, в социальной онкологии, ни разу не получала бесплатных лекарств, даже не по федеральной, а по региональной программе. И когда я обращалась к терапевту, это старая поликлиника, мне говорили, что это не положено. Я пришла к жалобой, в принципе, когда три года прошло, все-таки не положено, я не положено, успокоилась, покупалась за свои собственные деньги. А когда пришла к заведующей, это был ноябрь, наверное, мне было сказано так. Я ничего об этом не знаю, и вам же платят 1900. Я говорю, причем без 1900 я хочу получить то, что мне положено. И все-таки я ушла с одной поликлиники во вторую, тут сразу предоговорочный терапевт выписала все, которые положены на лекарства, но это уже четвертый год пошел, инвалидности. Скажите, я пришла к жалобу Министерства здравоохранения, мне сказали, вы имеете право обратиться в прокуратуру. Чем может закончиться делать? Мне от этого не легче, но дело в том, что, понимаете, обидно от того, что положено, дайте, я буду получать. Но не тратить свои деньги, которые и так, собственно говоря, невеликие, скажите, я могу куда-то обратиться, есть какой-то результат, или все-таки, как бы правильно сказать, от меня окрестили, идите дальше, делайте, что хотите. Понимаете, дело в том, что неприятно от того, что никто ничего не делал никак, никто не помог. Не положено, хотя мне было положено. Спасибо большое за вопрос. Спасибо огромное вам. Всего доброго, сейчас ответим. Да, здесь, к сожалению, юрисдикция Роспотребнадзора не входит в предоставление льгот, а тем более льгот при заболеваниях. Этим у нас занимается Росздравнадзор и Министерство здравоохранения. И правильно вас сориентировали обратиться в прокуратуру, почему я и говорила, что мы очень похожи по полномочиям на прокуроров. Ну, где-то в какой-то маленькой-маленькой части, в части судебной защиты прав потребителей, прокурор тоже может выйти от вас, ваших интересов как гражданина, чтобы вам возместить вот эти вот убытки, которые вы понесли в связи с непредоставлением льгот, которые предусмотрены действующим законодательством. Видите, если была бы, допустим, некачественная услуга, да, медицинская, ну вот смоделируем ситуацию, ну вот пошли, допустим, полечить к стоматологу к платному зубке, да, или просто в нашу муниципальную клинику, и оказалось, что вам сделали какую-то услугу или операцию, или что-то ещё некачественно. Можно к вам тогда? Да, да. Драфнадзор установил, что действительно не по регламенту сделали услугу, да, не по правилам. Мы можем пойти в суд и возместить эти убытки. Здесь другая история, здесь человек не потреблял услугу, это были льготы и преимущества, которые даны государством, действующим законодательством. И у нас за этим надзор осуществляет прокуратура. У нас очень, ну вот по себе могу сказать, потому что общаемся и работаем, и много запросов отвечаем. Надзор, у них есть отдел в республиканской прокуратуре, отдел по надзору за федеральным законодательством, поэтому обратитесь, пожалуйста. Я думаю, что вам помогут. Потому что, ну ситуация такая, если бы была вот некачественная медицинская услуга, мы бы с удовольствием взялись и помогли. Но вот здесь, к сожалению, наших полномочий нет, поэтому помочь здесь не сможем. Ну, по крайней мере, вы сказали, куда можно обратиться. Ну, у нас есть прокуратура, потому что она осуществляет общий надзор, такой более широкий, чем все остальные надзоры. Поэтому у нас есть куда идти на самом деле. У нас такая хорошая система, и у нас и надзор, и контроль, и защита. Поэтому у нас, если знать и понимать, кто как, где работает, то у нас очень много чего есть бесплатного. Ну, где бы вы видели, чтобы еще судебная защита была даром просто для потребителей. Это вот у нас только в стране. Вера Анатольевна, скажите, что касается оказания услуг некачественных, вот я бы хотела такую тему затронуть. Мне кажется, она очень актуальна, это отделочные работы. Ну, каждый из нас сталкивался с ремонтом, и, к сожалению, не все мы можем сделать самостоятельно. Вот, и часто приходится, ну, хоть раз в жизни кто-то обращался к строителям, к отделочникам, кто-то обращается в фирмы, такие организованные, которые с многолетним стажем. Но, как правило, это дороже, поэтому мы обращаемся часто к частникам, где-то по совету знакомых, где-то по объявлениям. И очень часто у нас вот граждане любят обмануть. Вот, смотрите, если мы обращаемся к частным, ну, так случилось, мы можем какие-то рекомендации, советы дать, как мы можем себя обезопасить? Потому что вот у меня много знакомых, которые оставались, ну, ни с чем, либо некачественно, либо пропадают и не доделывают, а там набрали заранее себе авансом деньги. Часто то, что, ну, вроде как вот по-человечески, там, человек сделал, там, какую-то часть ему дали где-то авансом. Ну, есть такая, да, система такая в народе. Что порекомендуете вот в этом? Ну, здесь на самом деле наша настороженность, возможно, кому-то она будет лишней, да, вот считай, что заморачиваться, все так просто, отдал деньги, получил услугу. Если вы хотите, чтобы у вас голова потом не болела, где искать вашего исполнителя, и сколько вы денег ему отдали, вы точно должны понимать, является ли этот исполнитель представителем фирмы, то есть представителем юридического лица, либо он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Потому что если нет у него этого статуса, то это просто гражданин, и закон о защите прав потребителей на ваши правоотношения никак не распространяется. Мы при всем желании вам не сможем помочь, ни претензию составить, ни в суд выйти, потому что это просто ваши гражданско-правовые отношения. Вы вот так договорились. Плюс, скорее всего, у вас не будет никакого письменного договора, ни одного документа, что вы что-то передавали этому физическому лицу. А даже если он и будет, ну, он скажет, ну, да, вот взял, я взайму, когда-нибудь отдам. То есть здесь нужно быть предельно осторожным. Поэтому, если вы заключаете договор, это касается всех договоров, почему я говорю всегда, будьте вредным потребителем, будьте капризным потребителем, в рамках разумного. Вы заключаете договор, и вы прописываете все важные детальки, маленькие, которые вроде бы и несущественные. Вы прописываете, ну, к примеру, да, у нас идет отделка квартиры. Вы прописываете, какой вы хотите цвет, какие вы хотите, там, я не знаю, обои, что, как и сроки. Обязательно прописываются сроки. Вообще, когда мы составляем такой договор бытового подряда, в лучшем случае у нас должна быть смета. Потому что вы должны знать, сколько какая услуга стоит, сколько она займет времени, какие материалы нужны будут, кто их доставляет, покупает, все прописываете. Потому что это ваша защита, это ваша подушка безопасности. Потому что, ну, я по себе знаю, пережила два капитальных ремонта в квартире, это очень дорого, это очень тяжело. И когда ты получаешь то, что ты, ну, совсем не мечтал, не хотел, это, конечно, ощущение, ну, зачем портить себе настроение и тратить лишние деньги, когда потратите перед этим 10, 15, 20, час вы потратите, составив этот договор. Ну, вы точно будете знать, что вы получите то, что вы хотели, и даже не то, что вы хотели, правильно построив предложение, за то, за что вы заплатили. Если человек, который оказывает нам ремонтные работы, не оформлен как индивидуальный предприниматель, есть ли смысл составить такой договор? Мы потом можем просто обратиться в суд, в случае чего, сами. Да, тогда вы можете просто обратиться в суд уже, обычно в порядке гражданского судопроизводства. Но здесь опять же вопрос. Всегда нужно понимать, что суд-то можно выиграть, да, и доказательств предоставить тонну. Вопрос в том, чтобы потом судебное решение реализовать в денежной, в эквиваленте. Возможно, у этого человека ничего нет. Официального дохода у него нет, с которого будут производиться взыскания, недвижимости у него нет. У него нет ничего. И приставы-исполнители будут годами направлять различные запросы, выполнять свою работу, но денег-то они вам не взыщут. То есть здесь, я говорю, это просто рискориентированная модель мышления. Когда ты понимаешь, что если ты сделаешь вот это, то получишь, возможно, такой результат. Поэтому здесь вопрос в том, как люди сами распоряжаются своим временем, деньгами и моральными своими возможностями. Ну, хочется человеку рисковать и отдать аванс 5, 10, 50 тысяч какому-то хорошо говорящему гражданину. Ну, пожалуйста, да. Возможно, эти деньги лишние для нас. То есть, как минимум, человек должен как индивидуальный предприниматель. Конечно. Тогда уже мы можем, если что, обратиться к вам за помощью. Конечно. Тогда в этом случае у нас есть индивидуальный предприниматель, у нас есть договор. Мы в этом случае можем пойти в суд. Соответственно, и деньги у него официальные… Ну, это тоже большой вопрос, если у него официальные деньги, да. У нас бывает такое, что он зарегистрирован как юрлицо ИП, а дело доходит до решения, а денег по факту нет. Ну, да. Ну, к сожалению, мы ни от чего не застрахованы, но есть у нас сейчас такой чудесный интернет, да, где он всё помнит и всё знает, и, ну, можно посмотреть фактически про любого исполнителя отзывы. Ну, не первый, допустим, год на рынке, ну, зайдите, посмотрите, узнайте. Если нет в интернете, узнайте у знакомых, где и у кого вот этот человек работал. То есть, здесь просто вопрос настороженности. Мы же не будем брать в магазине просроченный молочный продукт, правильно? Мы же его пять раз почитаем, а он стоит десятки раз, а может и сотни дешевле, чем наши ремонты, даже косметические. Да, очень дорого, да. Ну, я думаю, что информация была полезная, что касается ремонта тоже. Теперь у нас остаётся меньше десяти минут. Давайте поговорим про честный знак. Вот, мы уже затрагивали эту тему, и неспроста у нас на столе стоит бутылка с водой. Да, и крышечка ещё дополнительная. Да, сейчас мы будем прям наглядно показывать, как определять качественность товара с помощью такой, ну, как это, программы? Программы называется? Программы «Честный знак». Устанавливается приложение в телефоне, да? Да. Давайте я объясню, для чего нужен вообще «Честный знак» вот в две минутки для того, чтобы наши потребители заинтересовались на самом деле. Вопрос в том, что мы, когда, ещё раз говорю, мы всегда голосуем рублём. И когда я преподаю в институте, я вот детям предлагаю, детям, да, взрослым детям предлагаю такую игру, говорю, хорошо, мы занимаемся с вами по теме защиты прав потребителей, у нас курс по выбору. Но потребить можно всё, что угодно, продукт, услугу и в том числе жизнь. Вот давайте распишем, чего ты хочешь жизни, где ты сейчас находишься, вот этот график. От ноля, допустим, до 80, я говорю, я вот нахожусь вот тут в середине, а ты вот, говорю, вот ещё до меня вот тут. Я говорю, а что ты вот в этой жизни уже потребил, боже, это просто такая вот шок, а я уже здесь, а мне вот чуть-чуть, а я же ничего не сделала. Я говорю, вот, и так же вот в остальном, когда ты тратишь деньги, ты должен понимать, что сейчас ты находишься вот в этой точке, и ты должен приложить все усилия, чтобы получить максимум от этого времени и места, где ты находишься. То же самое с честным знаком. У нас в самом честном знаке порядка 9 и больше сейчас товаров, которые промаркированы средством идентификации. Средство идентификации – это вот такая дата-матрикс-код. Ну, QR-коды все с ковидом узнали, что это такое, ни для кого не секрет. Наведя, вот выглядит честный знак приложения вот так, жёлтенькое, да, вот оно для потребителей. Мы его наводим и считываем информацию вот сканером, никаких проблем. Вот. И мы понимаем, что это за товар, где его произвели, находится ли он легально в обороте. Потому что вот у нас сегодня был семинар по тому, что сама система позволяет выявить товар, который находится в обороте нелегально. А что такое нелегально? Это такой красивый юридический термин, если переводить на наш обычный человеческий, ну, скажем так, домашний язык. Это товар, который потенциально небезопасен для нас. У нас, мы фиксируем, мы работаем в этой системе, честный знак. Мы фиксируем нарушения, которые там есть. У нас продают сигареты, которые больше или меньше, максимально, минимально установлены розничной цены. У нас фиксируются повторные продажи, когда одну и ту же пачку, допустим, воды, духов или той же табачной продукции продают по 5, по 10, по 50 раз. Вера Анатольевна, можно перебью? Кто клеит вот этот вот датаматрикс? Это производитель делает. Производитель. Это делает производитель, да. Это уникальная штука. То есть им, у них есть к этому доступ? Доступ, да. Потому что товар прошел проверку, да? Конечно, да. И вот они, просто так это не возьмешь. Просто так это не возьмешь. И сейчас у нас сводится такая вот, пока это в пилотном проекте, но к концу года, возможно, или к концу следующего года будет, у нас будет еще и безопасность товара отслеживаться. То есть каждому товару будет приплена документ в электронном виде, который говорит, что товар качественный и безопасный. А мы можем сейчас, вот можете показать, ну как, отсканировать датаматрикс и вот что будет написано? Можно сейчас это в прямом эфире? Ну вот если… Но мы не будем показать, кто там производитель, да, чтобы не рекламировать вводу. Вот, просто хочется посмотреть прямо сейчас в прямом эфире. Посмотрим. И я ни разу просто не пользуюсь… Я устанавливала себе это приложение, но что-то пошло не так. Не хочет, да, здесь? Да, интернета нет. То есть, по сути, сканируем моментально, идет информация. Да, идет информация, да. В город, да, например, производитель? Да, вот до того, кто, когда, где произвел, когда сняли с реализации, вот эти две бутылки будут уже сняты с реализации, да. То есть ты можешь проследить, ты видишь… То есть конкретная бутылка. Конечно, конкретная бутылка. Не просто серия. Да, самое интересное, вся вот эта система закольцована со всеми ККМ-ками в Российской Федерации. Все контрольно-кассовые машины, они завязаны с этой системой. У нас сейчас идет, был пилотный проект, участвовало несколько субъектов, несколько десятков. Они могли заходить в эту систему, это вот для того, чтобы потребители понимали, что это не мертворожденная какая-то вот процедура, где-то там чего-то кто-то делает, какие-то датаматриксы клеят, вот тут нечего делать. Нет. Хозяйствующий субъект заходил в свой личный кабинет и удивлялся, откуда у него столько отклонений. Отклонения – это по факту нарушение в обороте. Все отклонения у этих субъектов сводились буквально к нулю. То есть мы, как потребители, уже получая маркированный товар и маркированный средством идентификации, не просто маркировку, которую читать надо, мы знаем, что товар качественный и безопасный, и что это не подделка, она не опасна для здоровья в первую очередь. Ну вот не все же знали, мы покупали и не задумывались, что это такое. Еще один штрих-код. Ну вот я приходила, когда это только появилось, смотрю, молоко берешь, молоко, водичка. Думаю, вот же штрих-код, это что вообще такое на крышке? То есть мы даже не знали и не вникали. Вот сейчас у нас тоже будет, она уже идет, тоже пилотный проект, возможно, к концу года он будет уже реализован, когда сама система будет блокировать просроченный товар. И в первую очередь это будет молочная продукция. На кассе? Да. То есть вот, а, это прям прекрасно. Ты пришел, по кассе проводишь, а тебе говорят, извините, продать не сможем, просрочка, да. Хорошая, полезная вещь. Ну да, как бы она такая достаточно серьезная вещь. У нас немного до окончания эфира, какие, кроме воды, сигарет, что еще можно проверить? Давайте расскажем. Можно еще проверить меховые изделия, обувь, продукцию легкой промышленности, пиво, вода для детей. Сейчас, сейчас, сейчас вспомню. Так, коляк, эти, антисептики, лекарства. Вот это тоже очень важно. То есть, все лекарства или не все? То есть, у нас все в аптеках имеют дата-матрикс? К сожалению, не мы осуществляем за этим надзор, но у нас порядка 16 госорганов в системе, вот работают, честный знак, скорая по лекционным материалам у нас МВД будет обладать этой информацией. Поэтому вопрос в том, что система показывает весь оборот, и в том числе никотинсодержащая продукция. То есть, это то, что вейпы, жижа в простонародье, да, это электронные сигареты, они тоже маркируются, это все прозрачно. То есть, мы идем вот такой максимальной прозрачности вообще вот этого всего. Ну, для меня, допустим, очень странно, что молоко и молочные продукции, как такое наиболее биологически опасное для меня, как для потребителя продукция, она вот, возможно, скоро будет блокироваться прямо на кассе. То есть, у нас будет меньше проблем, будет меньше у потребителей обращений, меньше возможности получить каких-то проблем со здоровьем. И, соответственно, когда анализируют, где, как и почему проходят эти сбои в программе, у хозсубъекты достаточно интересную информацию получают. Смотрите, если мы пробили по программе, что это некачество, а подождите, мы не можем пробить, у него просто не будет тогда дата матрица. Да, у него просто не будет этого дата матрица. А можно, подделки не может оказаться? Почему? Может, оно тогда система просто говорит, что данного товара нет, не маркированного товара. То есть, это, например, производитель решил схитрить и сделал якобы дата матриц. И вы можете направить нам обращение тут же. Вот, в том случае, если товара этого не существует, мы к вам обращение такое. Вы тут же в системе, да, нам предлагают направить обращение, вы формируете обращение, да, то есть вы должны указать фамилиями отчества, электронный адрес, телефон, возможно, свои паспортные данные. И к нам вот пишите в такой-то торговой точке, по такому-то адресу, такой-то товар, фотографии прикладываете. И что дальше? Мы это видим. Наверно деньги? Естественно, мы видим это обращение, начиная мероприятие по надзору, ну и хост-субъект. Ну и, соответственно, их должны наказать? Естественно, пока у нас идут предостережения, то есть мы проводим мероприятие по надзору, и поэтому там уже как дальше развернутся события, что мы там ещё увидим в этой системе, честный знак. Возможно, мы будем и передавать правоохранительные органы информацию. Но вот за стекшие полугода по тем наблюдениям, которые мы осуществляем в этой программе, мы выявили порядка 16 тысяч нарушений, мы передали всё в МВД. У нас эфирное время, к сожалению, подходит к завершению. Как всегда, хочется много о чём поговорить, но, в принципе, мы много чего обсудили. Спасибо, что пришли, уделили нам. Час был очень полезный, думаю, для наших телевизоров. И самое интересное, такое многогранное, много чего успели. Всем хорошего вечера, до свидания. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова